Почему Владимирские сельхозугодия зарастают лесом, а аграрный комплекс региона затормозился в развитии? Эти вопросы обсудили сегодня на круглом столе, организованном законодательным собранием области на базе Аграрного колледжа в Ново-Александрово. В обсуждении острых проблем сельского хозяйства приняли участие депутаты, представители федеральных служб, исполнительные власти, муниципалитетов и сельхозпредприятий. По данным департамента сельского хозяйства, на сегодняшний день в 33 регионе не обрабатывается больше 240 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Это 40% всех сельхозугодий региона. Такое положение дел не устраивает руководство области. В Белом доме намерены приложить все усилия для изъятия таких участков у нерадивых хозяев и создания необходимых условий для инвесторов, готовых развивать сельское хозяйство региона. В нашей области, например, очень в зачаточном состоянии находится разведение крупного рогатого скота. Очень большие успехи у нас есть по молоку, но нет, допустим, на сегодняшний день достаточного количества свинины. Причем свинины той, которая может быть востребована в перерабатывающей промышленности. Есть очень много вопросов, связанных с сельским хозяйством нашей области. И главное, что может сдвинуть этот застоявшийся такой кум с мертвой точки, это то, чтобы земля переходила к людям, которые готовы, еще такие пока люди есть в нашей стране, готовы обрабатывать эту землю и выращивать сельскохозяйственную продукцию. Самая большая проблема, по словам экспертов, участки, которые граждане получили в собственность от предприятий еще в советские времена. Именно они не обрабатываются по 15 лет и давно поросли лесом. Местным властям уже поручено составить списки собственников, чтобы возвращать такие наделы муниципалитетам через суды. Отдельный вопрос, выкупленный с целью заработка поля. Сейчас законодательство предусматривает изъятие участков сельхозназначения, если на них ничего не сажают больше трех лет. Но, по словам депутатов, инвесторы, желающие вкладывать деньги в аграрный сектор, не станут так долго ждать и уйдут в другие регионы. Областные законодатели считают, что эти сроки нужно сократить и намерены обратиться с такой инициативой в Госдуму. Кроме того, в Белом доме не исключают, что на региональном уровне тоже будут приняты законы, направленные на развитие сельского хозяйства. Вроде как бы у нас есть право взымать, вроде есть такие нерадивые собственники, но мы, изъяв ее, встаем в Клин, мы не можем ее передать дальше. Мы не можем провести торги, потому что там есть определенные заковырки законодательства, которые надо сейчас просто снимать. Упор делать на муниципальный контроль, больше вводить повышенные ставки налогов нерадивым собственникам, чтобы они все-таки или отказывались от земли, или все-таки ее начинали использовать. Ну просто тут нужна совместная работа всех органов власти. За три года у любого человека, который хочет заниматься сельским хозяйством, от желания пропадет. Причем существует очень много лазеек, передача собственности на эту землю, которая позволяет людям, владеющим землей, оставаться также ею владельцами, не обрабатывая этой земли. Мы хотим вот с помощью всех органов, всех ветвей власти, федеральной и местной власти, и законодательной власти, мы хотим соединить эти земли, которые ждут своего часа, чтобы их кто-то хозяин взял, обработал, вырастил на них продукцию, которая так нужна нашему народу. И соединить человека, который хочет прийти на эти земли. Причем соединить быстро и без лишних преподий.